Для любителей экстремальных видов спорта состоялся поистине праздник. В Владивостоке на верхней площадке набережной спортивной гавани открыли скейт-парк мирового масштаба. Это в принципе самое уникальное на сегодняшний день спортивное сооружение такого формата на всем Дальнем Востоке. Это самая крупная универсальная площадка, которая позволяет заниматься как скейтбордистам, так и роллерам, и ребятам, которые занимаются на самокатах. Большая универсальная скейт-плаза такого уровня построена впервые на Дальнем Востоке. На площадке созданы фигуры для проведения соревнований всероссийского уровня, а также нам поможет разгрузить постоянно занятые скейтерами, роллерами и райдерами территории, сделает изучение трюков и освоение фигур более безопасным для детей. Во-первых, здесь есть фигуры, которых не существует. У нас в крае абсолютно новые фигуры, такие как China Bank, такие как вот эта наклоненная грань. Таких у нас фигур нету, и ребятам интересно на них учиться кататься, потому что на чемпионатах России парки совершенно другие, и когда наша команда, наша сборная приезжает, им очень сложно привыкнуть к парку, потому что такого они никогда не видели. И у нас этот парк уникален абсолютно уникальными новыми фигурами для Приморского края. Всем детям очень нравится, все говорят, что это самый крутой парк. Место выбрали не случайно. Территория рядом с общественным пространством «Семь стопок» практически не используется пешеходами. Зато пригодится начинающим экстремалам, которые смогут заниматься у моря. Я, знаете, я очень благодарен тем, кто построил эту рампу. Для меня она одна из лучших. И мне тут очень комфортно и нравится, потому что тут очень много пространства, есть две дорожки. И для меня это все, что мне надо. Чтобы учиться тренироваться и делать руки, это просто хорошая очень рампа. Это очень классная рампа, она большая. Ну и мне нравится то, что с каждым рампом все больше и больше рамп в городе становится. Ну мне очень нравится, что наш город занялся такими людьми, как мы, которые хотят, чтобы было много мест для катания. Потому что на той старой рампе, которая стоит там на набережной, мало что можно сделать. Здесь новые возможности. При этом, по словам авторов проекта, новый скейт-парк будет отличаться от рампы возле Олимпийца, так как подойдет для спортсменов всех уровней и возрастов. По размерам таких площадок у нас еще не было ни разу. Была только юность самая большая, а сейчас добавилась вот эта площадка. Вот. Ну и в целом в этом году федерация делает уже не первую площадку, и на угольную делали. И в городе больше площадок стало, чтобы развивалось все. Мне очень нравится то, что в нашем городе появилась новая скейт-площадка. Теперь у нас больше места, чтобы тренироваться и продвигать свои навыки. Мне очень нравится, потому что это очень просторная рампа, можно делать всякие разные трюки. На ней очень удобно будет тренироваться, ну и у нас больше места для тренировок. Мне очень нравится. После чемпионата по скейтбордингу, который пройдет с 5 по 8 сентября, в рамках спортивной зрелищной программы Восточного экономического форума новый скейт-парк распахнет свои двери для всех желающих. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.